Ребята, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня влог начинает с обеда. Мы сейчас отучились. Завтра в Германии у нас будет праздник и у нас выходные дни, поэтому мы решили поехать в Бельгию к моей кузине, родственнице. В общем, мы там погостим у них и я вам сниму ложек. Так что начинается наша поездка в дороге. Всем хорошего настроения и отличного дня! Ребята, мы едем еще. Проехали уже половину пути. Нам, кстати, ехать 400 километров от нашего города. Да. Вот мы проехали 200 и осталось еще 200. В принципе, мы уже ездили в 2017 году в Бельгию. Тоже по этой же дороге едем. В принципе, дорога знакомая, так что едем пока. Вот мы ребята уже заехали в Бельгию. Сначала проехали Нидерланды, потом километров 20 проехали и уже заехали в Бельгию. Тут по дороге никаких нету границ, ничего не пограничных пунктов. Просто табличка, что Нидерланды. Потом была табличка Бельгия, которую ты даже не успеешь заснять, если ты не знаешь. Но, как Артем говорит, как можно узнать, что мы заехали в Бельгию? Это по дорогам. В общем, дороги здесь похуже, чем в Германии, так скажем. Ну, и по ограничениям по скорости. Какие классные дома в Бельгии. Смотрите. Ребята, всем привет. У нас сегодня следующий день. В общем, вчера мы приехали около 9 часов вечера и дорога получилась за место 4 часов 6, потому что были пробки. Также было ограничение, когда ехали по городу, 50-70. Здесь, в общем, в итоге получилось, что мы доехали только в 9 вечера, немножко устали, поужинали и, в принципе, больше ничего не занимались, поэтому не снимала вчера уже больше. Сейчас мы вышли прогуляться тут по району, посмотреть, что есть. Вообще, что сегодня работать нет, так как праздничный день. Сегодня 30 мая, там, Вознесение Господне, если переводить по-русски, это будет праздник. Так, а также сегодня еще день отца отмечается в Германии. Так что всех пап поздравляю с праздником. Вот такая красота тут. Все в цветочках, собор какой-то. Это центры города. Везде петуньи растут красиво. Сегодня магазины почти все закрыты, так как выходной, но завтра уже пятница, будет все работать. Хотя парочка магазинов встретилась с нам, что открыто. Это что-то типа такого же, как у нас в Германии Радхаус. Ну, в общем, здесь все расходятся организации, прописка, какие-то типа мэрии. Вот, не помню, мне кто-то когда-то говорили. Он под город идет. Надо посмотреть, что это, город Беверленд, да? Вот так вот выглядит дом. Получается, что это входная дверь. С обратной стороны есть небольшой дворик. Ну, даже, кстати, он большой, я потом засниму. А это, получается, именно вдоль улицы уже дома. Тут где-то магазины, где-то квартиры. В общем, мы сейчас пошли прогуляемся. Тут отходной двери. Такая вот такая стильная комната идет. Сейчас он уже разбирает машинки, которые ему подарили вчера. И тут еще вон сколько игрушек-зверей. Тут диванчик, телевизор. Вот я. Здесь вот лестница на второй этаж. На первом этаже еще есть комната, как кладовая и туалет. Здесь вот так вот отделена аркой. Здесь кухня и столовая зона. Вот кухня такая в длину. Тут стол. Тут получается такой небольшой задний дворик. Что этот? Ребята, мы уже погуляли, вернулись домой. В общем, пообедали. И сейчас едем в Антверпен. Я поеду со своей сестрой. Будем делать маникюр. В общем, так как тут подешевле, чем в Германии. И завтра у нас важное мероприятие предстоит. Так что поедем сейчас в Антверпен. Кто не видел, у меня есть на канале видео, когда мы будем в 2017 году в Антверпене. Я оставлю вам ссылочки под описанием, под этим видео заходите, смотрите. В общем, прикольно. Нам очень понравилось в прошлый раз. Вот и так мы хотим еще другие города посетить. Знаменитые, которые есть здесь в Бельгии. Например, Гент или Брюге. Ну, посмотрим. Может быть, если не в этот раз, то на летних каникулах, наверное, приедем. Смотрите, какой классный тут цветочный магазинчик. Это оформление. Дома, конечно, здесь такие классные. Мне так нравится этот вот красный кирпич. Мы сейчас идем на вокзал, поедем на поезде. Вдвоем только с сестрой. Артем с Кристианом останутся здесь. Всякие барчики тут. Сразу. Вот так это называется город Певерин. В общем, он находится в 20 километрах от города Антверполь. Все такое зеленое. Тут такая станция железнодорожная. Электрички. Здесь такие, блин, часы. Вот это вот все украшения. Вот Антверполь написано. Тут поезда. Сейчас подойдем, посмотрим, к чему памятник стоит. Шелковый путь Антверполь, Шанхай. А, так это даже не рука, даже. Это больше на этот похоже. Скульптура Аншопы. На птичку? Да, голубь. Голубь, точно. Не рука, сдали как рука. Это же птичка, точно. Шелковом пути. Антверполь, Шанхай. Вот, Антверполь, Шанхай. Красивая. И вот тут вот очень красивая. Такой вот маникюр обошелся в 15 евро. Девушка делала хорошо. Девочка с Украины. Так что посмотрим, сколько продержится. Мне очень понравилось. Ребята, мы уже вернулись домой с маникюром. В общем, на сегодня уже закончу свой лог. Пришла умываться. Всем хорошего настроения. Спасибо, что были сегодня с нами. Увидимся с вами обязательно завтра. Завтра у нас будет новый насыщенный день. Очень важное мероприятие. Расскажу вам завтра уже всем. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова